Всем привет! Решил попробовать записать и такую рубрику о играх на macOS. В основном это инди проекты, однако возможно некоторые из них помогут вам отвлечься от работы хотя бы на часок. И да, многие из рекомендуемых можно найти под другие платформы, не только под mac. Ссылки будут в описании. Lightfall. Исследуйте затерянный мир, чтобы пролить свет на свое таинственное прошлое и спасти эту землю и ее обитателей от нависшей угрозы. В этой стране вечной ночи вам необходимо преодолеть множество испытаний и сокрушить противников, стоящих на вашем пути. Lonely Mountains. Только вы и ваш байк. Отправляйтесь кататься с ветерком по нетронутым горным пейзажам. Пусть вас не остановят ни густые леса, ни узкие тропинки, ни дикие реки. Разгоняйтесь, прыгайте, скользите и постарайтесь не упасть на пути с вершины в долину. Исследуйте богатый горный мир в удобном для вас темпе. Или бросьте вызов таймером. На каждой горе есть несколько маршрутов. Прокатитесь по величественным лесам, крутым каньонам и тихим горным озерам. Solar Flux. В этой уникальной стратегической головоломке вам предстоит спасать умирающее солнце с использованием собранной с помощью твоего специального корабля плазмы. Сверхновые звезды, поля астероидов и силовые поля – это лишь некоторые испытания из тех, с которыми вы столкнетесь, путешествуя для завершения вашей миссии. Solar Smash. Пока это все еще только мобильная игра, однако она невероятно насыщенная и расслабляющая. Вы сможете выбрать любую из планет и начать ее уничтожение, а вместе с тем и того, что на ней находится. И для этого у вас есть очень большой арсенал с различным оружием. Вы сможете сбрасывать в определенную точку планеты астероиды или же просто направить туда самый мощный лазер, который сможет прожечь ее насквозь. Или используйте ядерные ракеты, наслаждаясь красотой их взрыва с высоты космоса. Суперход. Объяснить тип этой игры легко. Это шутер, в котором время движется тогда и только тогда, когда движетесь вы. Бежите, пули летят, остановились, застывают в воздухе. Вы всегда можете остановиться в разгар перестрелки и подумать. Здесь нет восполняемой полоски здоровья. Не будет удачно разбросанных боеприпасов. Тут только ты, один против всех. Выхватываете оружие упадающих врагов, стреляйте и уворачивайтесь от пуль, как Нео из фильма Матрица. This War of Mine. Эта игра в свое время надела много шума и за все время существования получила много дополнительных модов. В этой игре вы играете не за элитного солдата, а за группу граждан, с которой пытаются выжить в осажденном городе и страдают от нехватки воды, лекарств и постоянной угрозы снайперов и мародеров. Игра позволяет посмотреть на войну под совершенно непривычным углом. Игровой процесс разделен на две основные фазы. Дневную и ночную. Днем игрок занимается обустройством своего убежища, производством необходимых средств, в том числе инструментов и оружия из имеющихся материалов. С наступлением ночи игрок занимается поиском добычи, отправляя одного из своих персонажей на вылазку в ближайшее убежище от локации. И взаимодействует со второстепенными персонажами, соседями, которые время от времени обращаются к вам за помощью или же предлагают свою. Днем снайперы на улицах не позволяют вам покидать укрытие, поэтому вам остается поддерживать жизнь в убежище, мастерить, торговать и заботиться о выживших. Принимайте решения, от которых зависит жизнь людей. Постарайтесь защитить всех в своем укрытии, либо приносите жертвы ради долгосрочного выживания. События игры генерируются случайно. В разных прохождениях все может сильно отличаться. Например, если в первом прохождении один персонаж обращался к группе игрока за помощью, то во втором он может быть настроен к ней агрессивно и не пускать в свой дом. Длительность блокады города составляет от 20 до 80 дней.